Владимир Лобкарев, воспитанник футбольного клуба «Кубань». Я бывший лудоман. Все стороны моей жизни, они просто начали рушиться. Там долги, в банках долги, перед друзьями долги. Всю свою жизнь я пытался скрыть от семьи свои проблемы. Это жесть. Минимум ставка 50, 100. Я играл 2, 3 зарплаты, 4, миллион проиграл. Я сыграл в Лиге Европы, и дальше я думал, что я достигнул каких-то нереальных результатов. Начался просто кошмар. Сейчас я свою жизнь по осколочкам собираю и пытаюсь ее склеить. Меня зовут Владимир Лобкарев. Я играл в Премьер-лиге России, играл в Лиге Европы. У меня много матчей в ФНЛ. Сейчас я в медийном футболе, и я бы хотел поделиться с вами своей историей. Я бывший лудоман. Где-то 2 года назад я подумал, а почему бы и нет, почему бы не начать делать ставки. Суммы были приличные. Я думал, за счет этого решить какие-то свои моменты. Ну, вы знаете, там, легкие деньги, все их любят. Но я очень сильно ошибался. Начался просто кошмар. Я делал ставки, я занимал деньги, я проигрывал. Когда ты уже проиграешь свои, там, пару зарплат, на тот момент, может быть, я играл в Кубани, я зарабатывал, там, 250-300 тысяч. Это хорошие деньги, на самом деле. Но и долгов у меня были, какие-то кредитки, там, кредиты. Еще в тот момент был такой период, когда, там, нам 2-3 месяца, там, задержки были. И, ну, мне срочно понадобились деньги. Я думаю, ну, давай попробую я поставить. Я занял, там, одну сумму, там, ну, условно говоря, я не помню уже, там, тысяча сто. Я их проиграл. Потом опять, там, перехватил, там, 50 проиграл, еще сто проиграл. Проиграл 2-3 зарплаты, 4 миллион проиграл. Ты знаешь, что, там, тебе, там, пару зарплат дадут через пару месяцев. И тебе их надо все отдать. А как жить дальше? Как, там, о семье заботиться, да, какие-то свои моменты. Тем более у меня супруга, ребенок. Нет жилья. Да? Нет жилья. Я всегда думал, что успею купить, там, что-то сделать за свою карьеру. Но так и не удалось. Ну, и в итоге этот ком начал накапливаться, 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 накапливаться. И ты уже занимаешь деньги, ставишь, чтобы уже отыграть свой большой долг, образовавшийся. На тот момент, пару лет назад, уже там было около 2-3 миллионов, я уже не помню. Плюс еще у тебя какие-то, там, кредитки все расчехленные, да? Там долги, в банках долги, перед друзьями долги. И этот кошмар продолжался на протяжении где-то двух лет. Пока я, ну, не осознал, что если я сейчас не возьму себя в руки, если я сейчас не закончу с этим, дальше, наверное, только... Я даже не знаю, я даже боюсь представить, что было бы дальше. И сейчас я все это исправляю. Я закончил со ставками, я все порезал, все аккаунты, все, что можно. То есть у меня началась новая жизнь. Да, эта вся жизнь меня привела в медийную лигу. Но я ни о чем не жалею. Сейчас я настроен только на созидание. Я с таким трудом удержал вокруг себя свою семью, своих друзей. Сейчас я буду все исправлять, и я это все исправлю. Обязательно. Ну, давай начнем, знаешь, с самого начала, с детства. Расскажи про свою семью, где рос. Слушай, бро, ну, родом я из Новороссийска, до шести лет я там тусил в городе, да, был городской. А потом переехали в деревню, в деревню, которая под названием Кубань. Представляешь, как судьба сложилась, потом у меня потом с Кубань завязалась. Деревенская жизнь, знаешь, там везде всякие нычки, какие-то дачи, что-то мы там, всякие походы. Деревня наша кипела, были дискотеки, были даже стычки между отделениями, знаешь, что я тебе говорю. Ты дрался? Дрался, конечно. Это вот сериал вот этот про Чушпанов, да, как сказать, слово пацана. Да, это, если честно, мне некоторые фрагменты напомнили вообще, ну, мое детство, мою жизнь как бы. Все было здорово, начал заниматься легкой атлетикой. Все получалось, все круто, быстро бегал всегда. Потом начал совмещать с футболом, но потом понял, что надо что-то выбирать. И, ну, тогда уже футбол, все, он уже в моем сердечке запал, и дальше только футбол. С 10 лет я уже плотно начал футболом заниматься, и в возрасте 13 лет я поехал в футбольный... На просмотр ФК Кубань, в резерв. Как ты попал? С поселка Кубань человек попал в Кубань. Слушай, ну, для начала, как я доехал туда, нужно было здесь и сейчас ехать, у меня как бы, ну, нет денег. И спасибо большое моему тренеру Алексею Николаевичу Гук, это мой детский тренер. До сих пор мы с ним общаемся, у нас теплые отношения, он большой молодец, в Краснодаре он тоже тренирует детей. Он мне помог, он мне купил билет, да, и я один, представляешь, в 13 лет я поехал, ну, посадил меня на автобус, как бы, мне объяснили, как доехать в Краснодаре. Ну, опять же, это мой такой первый опыт, когда ты один в большой город едешь. Как тебя приняли? Да нормально, я сразу, кстати, сразу я с Радиком познакомился, ну, ты знаешь, что вообще знаком на свадьбе у меня было, сразу с ним познакомился, потому что у него PSP было. Это было в тот момент... Он мажор. Очень круто. Ну, не то, что был мажор, но он так, в достатке, да, в хорошем достатке жил, вот, и мы сразу с ним как-то скинтовались, все, начали дружить. И вот первый день тренировок, то есть, очень все волнительно, как бы, только приехал, у нас там, сколько, 25, если не 30 человек, дождь, ливень, а у меня баллонька такая, знаешь, ну, на два размера больше. Бутсы, знаешь, на рынке купил, там они Шварцкоп как-то назывались там, это просто сумасшедшая у меня экипировка, штаны такие тоже плотненькие, что когда они намокают, они килограмм 10 вес. Начинаем сдавать нормативы, ну, средний пробежал, неплохо, средний. То есть, я обычно, ну, всегда брал скоростью, ну, ты сам знаешь даже в фанели. Я не знаю. Как не знаю, скажите. Было, конечно, было, было. Вот, и, ну, средний пробежал, как бы, плюс маленький, ну, такой техничный, да, я был там, с мячом, работали, все, тренировались, тренировались, тренировались. И подводим итоги, недельный итог, подводим итоги, и нам тренер говорит, так, все, потренировались, всех посмотрели, теперь завтра еду домой, еду домой и списки. А у тебя вот этот трясогуская. Да, у меня уже мандраж, представляешь, и я попадаю в фамилию Лобкарев, то есть Лобкарев тоже едет домой. Ребят, ничего не переживайте, тренируйтесь, мы за вами будем следить, и в другой раз приедете. А для меня это было просто, ну, катастрофа, это трагедия была всей моей жизни. Ну, как я приехал, я так мечтал попасть в эту Кубань, это была, ну, реально, наверное, моя мечта. Вот, и я так расстроился, я звоню Гуку, ну, тренеру, говорю, Алексей Николаевич, представляете, завтра домой, вроде хорошо тренировался, почему так не оценили. Вот, и он говорит, да ладно, Вовчик, не расстраивайся, будет много команд, как бы поддержал меня, да, как бы, я у меня аж слезы наворачиваются от обиды, как бы, я вроде, ну, ничем, не хуже был других ребят, да, ну, мне, как бы, сказали, что нет, вот, но в итоге, потом уже подведем итог этого собрания, сказали, завтра игра товарищеская, сыграйте игру, и все, можете ехать. И в тот день, наверное, мне помогло то, что я уже смирился с тем, что я уезжаю домой, я как-то расслабился, не было никакого волнения, меня поставили в нападение, на мою позицию, я хоть и маленький был, но быстренький, шустренький, вот, и в тот день я забил 5 мячей, отдал пару голевых, мы выиграли 7-1, как сейчас помню, я просто сделал весь матч, я вот не в роте, клянусь, и после игры подходит мне тренер и говорит, так, Вов, ты остаешься, дальше продолжаешь тренироваться, все, не надо никуда уезжать, ну, вот, ты представляешь, какое вот совпадение, и как вот, ну, как жизнь вот так вот, знаешь, ну, сделала так, что я вот остался в Кубани, и все, и потом весь мой путь был связан с этим клубом. Первый раз я поставил в 13 лет, когда уже был в резерве Кубани, да, начали баловаться, молодые, неграмотные, наверное, вот, первая моя ставка была, она еще настолько была смешная, наверное, был это какой-то знак в жизни, что мы коэффициенты не умножали друг на друга, а просто прибавляли, и в итоге мы там ожидали, что мы там поставим свои 500 рублей там на двоих, на троих, и будет там коэффициент 20, а там коэффициент оказался там 2 или 3, и мы так и не поняли, что произошло, а потом смеялись все вместе, когда осознали то, что мы вообще ошиблись полностью. Наверное, в тот момент нужно было просто заканчивать с этими ставками и даже не продолжать. Если б я знал, что так все будет у меня, я ему сказал, эй, дружок, не надо, азарт не твое, ставки это не твое, азартные игры не нужны, они тебе подпортят всю твою карьеру. Всю свою жизнь я пытался скрыть от семьи свои проблемы, свои ставки, и всегда мне удавалось это контролировать. Еще раз повторяю, что я там не просто парень с остановки, я проффутболист, я зарабатывал хорошие, большие деньги. У меня заработок в год мог быть 5-6 миллионов. Я контролирую эту историю. Да, из этих 5-6 миллионов я мог там проиграть 3, если взять в совокупности целый год. Ну, 3-х миллионов хватало, чтобы там жить как-то и радоваться. Конечно, ну, жена у меня не глупая, конечно, она догадывалась, но она не догадывалась о огромных масштабах. Ну, это жесть. Я не слабачка. Спасибо. И я тебя люблю. И я тебя люблю. Какое-то свое внутреннее ощущение, я навесила на него, что он человек грамотный, что он человек мудрый, что он человек ответственный, он мужчина, и я думаю, что он просто балуется. И я думаю, ну, блин, надо со всем справиться. И какие-то были ставки, они были небольшие, незначительные. И в своей жизни я никогда не сталкивалась с таким, чтобы люди сделали ставки. У меня не было в окружении, не знала, что это такое. И когда все покрутилось, у нас пришли большие, скажем так, траты на это все, я понимала, что я человека люблю. Я понимала, что это проблема, потому что он закрылся, он в депрессии, он агрессирует. Чтобы вы понимали, до последних двух лет это можно назвать было баловство. То есть я особо не ощущал потерь. А потом был момент, когда мы прям жестко заигрались. Когда уже пошли огромные суммы, уже дело стало плохо. И тогда, два года назад, началась просто жесть. Минимум ставка 50, 100, 50, 100. Коэффициенты увеличиваются. Ты хочешь одной ставкой все выиграть. Загоняешь себя еще больше. И тогда ты тоже останавливаешься. Был момент, когда мы тоже там с товарищем поговорили. Он тоже футболист, не буду называть фамилии. Мы поговорили и мы остановились. У нас впереди должны были какие-то заработки быть. И у него там какие-то поступления. И у меня. У меня плюс еще была машина. Пришлось и машину продать. Я машину за час продал. Наверное, продешевел. За полмиллиона продал машину. Мне пришло там от Федерации FIFA еще деньги. Это деньги, которые помогают там футболистам, кто сталкивался с банкротствами своих клубов. И мне пришлось все это отдать. Я это все отдал. Я это все закрыл. И казалось бы, все. Нужно остановиться. Нужно выдохнуть. И так и было. То есть у меня где-то месяца 3-4 даже мыслей не было ставить. Но потом на душе это заноза, что ты столько денег отдал и подарил просто людям, чужим. И, не знаю, взяло вверх и началось все по-новой. И тогда уже этот ком было не остановить. И случилось то, что случилось. Вот, займ звонят на моем альфоне 17. 17, видели? Видите? 4 первых номера. Это 100% финансовая организация. Хотят бабок мне дать. Что-то я прокрутил. Я же мастер в этом штуке. Короче, ребят, в чем сумма? Несмотря на это, я тебя не брошу, но если ты сделаешь ставку, я тебя убью. Так, мы с тобой договорились. Кстати, у нас с женой договор был. И реально был серьезный договор. Уже край был. Подошел к своей супруге и... Сказал ей, слушай, дорогая, давай просто разбежимся, разведемся. И не будешь мучиться со мной, потому что я просто конченый лудик, который не контролирует себя. Но, ну, благо, что все обошлось, что мы вместе сели, опять пытались проработать эту проблему. Мы так договорились, знаешь, спокойно, без суеты, если я еще хоть одну ставку сделаю, да, ну, ради выигрыша, да, скажем так. Ну, то есть, если мне еще раз так попаять, все, мы, ну, то есть, расстаемся, она уйдет от меня. А я этого не хочу. Так что я дал ей слово, да, вообще, я дал слово мужчине, я все поудалял, цупись и хуй, и так далее, то есть... Я думаю, что слово мужчине это самое важное. Да. Если не можешь сделать... Да, не всегда держал слова, когда говорил ребятам, что отдам в определенный срок деньги. Слушайте, ну, я неплохой парень, я пытаюсь быть честным, справедливым, но я тоже человек, и я ошибся жестко, я признаю свои ошибки и так далее. У меня было много товарищей, друзей, знакомых, партнеров там по другим командам. И когда этот лимит я свой, скажем так, весь загрузил, то есть, там, человек 30, да, я одолжил денег и приличные суммы, ну, тогда уже, ну, скажем так, единицы, кто понимал, в каком я состоянии, да, и они... До сих пор я им должен денег, и они до сих пор со мной, и до сих пор пытаются меня поддержать и помогают, чем могут. Хотя я знаю, ну, какие деньги, там, я им должен. Кто-то жестко осудил, кто-то жестко критиковал, кто-то даже, может быть, и угрожал, там, верни деньги, верни деньги, там, ну, то есть... Ну, понятно, что в различных, там, формах, вот. Но, блядь, у меня все, вот у меня, у меня мой телефон, это как триггер, если честно, я потом его просто возьму молоток и разобью. У меня, у меня все в заметках. Каждый рубль у меня записан в заметках. И сейчас я уже на протяжении полугода я это все исправляю. Да, по чуть-чуть, да, небольшими суммами, но закидываю тому, тому, тому. Ну, сложно это. Сложно, когда у тебя долгов около 6 миллионов, и ты зарабатываешь, там, ну, в месяц со всеми подработками, да, там, 1150, когда там, 200, да. Сложно вот так вот взять и сразу 6 отдать. То есть это очень долгая будет работа, вот. Но я стараюсь. Я стараюсь, я отказываюсь себе во всем, да, я, то есть... Еще же есть семья, еще же есть квартира, то есть в любом случае мне квартиру снимать, в Москве квартиры, сами знаете, какие дорогие. То есть все, что на нужды, на потребности, да, я, как бы, закрываю это, остальное все отдаю. Я закрываю, потом остальное все отдаю. И задача только одна, то есть опять выбраться на этот уровень заработок небольшой. То есть если у меня получится, там, в ближайшее, там, время зарабатывать, там, полмиллиона, может быть, больше, я к этому иду, к этому стремлюсь, я делаю все возможное ради этого, я отдам быстрее. Пока что ситуация такая, я отдаю по чуть-чуть, отдаю как могу. То есть я не собираюсь там никого, там, кидать, там, я не из тех людей. У меня совесть не позволит. Кстати, о совести, может быть, некоторым было бы по***ть, но из-за того, что я переживал, стрессовал все эти годы, у меня начались просто катастрофические проблемы со здоровьем. Ты прошел всю Академию Кубани, да, то есть ты там учился и жил в интернате. Потом наступило время дублей. И, кстати, мы с тобой тогда не были знакомы, но играли против друг друга. И, кстати, есть легендарная фотография, мы ее тоже вставили. Когда мы дома на труде еще играли. Еще знаешь, что я хочу подметить, вот ты всегда говоришь там, помнишь, не помнишь. Со многими футболистами в целом, то есть я играл везде, но личное противостояние. У Владимира Лобкарева, подтверждаю на своем YouTube-канале, что не выигрывал, да, у него. Вот так вот, дорогие друзья. И ФНЛ Кубани мы тоже проиграли. Чемпион Европы на минуточку. Смотри, дальше дубль и вот это попадание в основу. Тренер Гончаренко. Да. В составе есть и Сергеич, да, Аршавин, и Сесе. Нет, это уже пост. Но Сесе был тогда? Сесе был. Сесе был. Джабриль Сесе, кто не знает. Ну, наверное, зрители помоложе, может быть, смотрели фильм «Такси». 7.32. Спасибо за гонку. Спасибо за встречу. Так, это великолепный французский футболист, который играл в Ливерпуле. И, кстати, тоже с очень, знаете, сильным характером, тяжелые травмы, но всегда восстанавливался. Да, да, то есть это вообще такие мастера. Вот, то есть там Евелин Попов, да, там Кабуре у нас, то есть Диальберт Валенсии тоже самое играл. То есть очень у нас был приличный состав, и чтобы там пробиться в основу, нужно было работать там из-за всех сил, не знаю, прыгнуть выше головы. Вот, тогда что? Далее у меня был первый дебют мой в стартом составе за основную команду. Это мы играли на кубок против звезды Рязань. Вот, тогда помню тот матч, это было прям эпично, в плане того, что хорошо играл, да, переживал, да, волновался, играл крайнего защитника. Но мне удалось заработать, при счете 1-1 заработать нам пенальти. Мы 2-1 уже повели, и на 85-й, 87-й, там момент, я немножко там растерялся. Ну, спор, на момент, спор, спор. Ну, если вар, вар был бы. Если вар был бы, может быть, отменили, короче, и сделал точку в свои в роты. В итоге 2-2, по пенкам. Финальти бил? Нет, да мне даже не дали, там он Горяченко назвал, Викторович, кому бить, мы так постояли, посмотрели. А там чудаки просто со второй лиги разбегаются, и в один угол бьют, и все 5 в один угол ударили по девяткам. Ну, в общем, мы выйдем. Что дальше? Все, ты уже дебютировал за основную команду. Да, дальше работаем, дальше как бы очень мотивирован, да, двигаемся вперед. Но, к сожалению, не попадал я в чемпионате, да, играл там с пускалями за дубль, за основную команду пока я не играл. И вот подходит момент к Лиге Европы. К Лиге Европы, где мы играем с Валенсией 12 декабря, как сейчас помню, уже у нас дело ближется к отпуску. Мне подходит Викторович Гонченко, говорит, типа, Володь, все, там, ну, ты не летишь, как бы, да, и, ну, все, отдыхай, там, все, скинут, расписание и так далее, то есть у тебя отпуск. Ну, естественно, у меня начался отпуск, да. Но, подожди, с немецким восстановлением правильно отпуск начинается? Конечно, с качеством немецкого восстановления. Я так и думал. Да, ну, это отпуск, ну, что поделать, нужна была разгрузка. Ну, понятно, понятно. Да, вот, и отдыхаем, расслабляемся, на следующий день, естественно, там, не спал и так далее, то есть на следующий день мне звонок, администратор, Володя, где твой паспорт, собираешь шмотки, быстро, пулей на базу, вот ты едешь на выезд. Я в шоке, думаю, да, блин, заканчивали, там, опять, да, количество, что-то там, плююсь, там, вещи, где разбросаны, кипа, собрал, думаю, ладно, самое главное взять паспорт, будут защитки, и все, этого будет достаточно. В аэропорт все прилетели, как бы, дальше у нас предигровая, предигровая, то есть, ну, я, знаешь, я чувствовал, что, наверное, я, ну, вряд ли, навряд ли буду играть. Взяли меня, ну, то есть сначала отцепили, а потом взяли, как бы, ну, естественно, для количества, видимо, там, по-моему, кто-то заболел, если не ошибаюсь. Ну, спасибо. Мы ноль проигрывали, второй тайм начинается, мы как-то начинаем потихоньку перехватывать инициативу. Я разминаюсь, естественно, со всеми, и тут понимаю, что меня зовут, мне тренер по физико-готовке говорит, Вова, иди, там тебя зовут, то есть, переодеваться. То есть, ну, я смотрю, реально, там еще Папикян Борисович был. Сердечко, да, сразу? Да, естественно, пульс поднялся, я думаю, да неужели я выхожу, я просто, ну, я не понимал, я реально не верил, что я выйду, я думал, ну, это, ну, без шансов. Хотя у нас оставалась одна замена и два человека, либо Фидлер, который уже подписал контракт с Уралом, как бы, ну, как бы, все-таки он тоже легенда, там, Кубани, долгое время играл, как бы, и такой топ. И, либо я, как бы, молодой парень, который, ну, пока еще не играл. Начинается вся эта суета, то есть, я начинаю одевать щитки, мне начинают объяснять тактические моменты, шум, гам, все фоткают, камеры снимают, то есть, я реально, ну, такая атмосфера, то есть, я реально волновался, думаю, да неужели я не выхожу, да и как во сне какое-то, что происходит со мной, да? В итоге я выхожу, все, Рома Бугаева меняю и выхожу на позиции левого защитника. Не узнаю этого молодого человека в лицо, номер 77, защитник Лобкарев. В том моменте, да, я вообще не осознавал, что это со мной происходит, но я постарался как-то, знаешь, взять себя в руки и сказать, так, Кент, так, ну, да, еще не Кент, но сейчас Кент, так, Кент, давай, соберись, и надо выдать свой самый хороший матч, нужно постараться, давай, полная концентрация, абстрагируйся от всего. Я выхожу, и ты знаешь, мне это помогло, я реально справился с давлением, реально не было никаких проходов, можете посмотреть, я не обманываю. А мы обязательно вставим. Да, то есть, никаких проходов, пытался себе прострелы заблокировать, то есть, и потом начинается наша атака, одна из немногих, да, и получается, мяч получает сесе уже на такой половине, и я набираю 100 метров спринт, я думаю, надо бежать, может быть, что-то из этого получится. То есть, забегая за сесе, он мне вкатывает, я, получается, под правую ухожу, смещаюсь в центр, и забегает Буэно, и то есть, я ему пасик даю как раз вход, ну, тут, грубо говоря, я защитника увел, и ему отдаю, и он проходит, делает подачу, я бегу замыкать, и тут Мельгареха выпрыгивает и забивает, ну, в общем, поучаствовал в атаке, мы забили, все радостные, 1-1, потом у нас еще были моменты, то есть, нам надо было выиграть 3-1, чтобы пройти дальше. Сесе выходил 1-1, не забил, во вратаря попал. Матч заканчивается, 1-1, я меняюсь маечками с пиати, тогда еще маленький пиати был, то есть, ну, для меня это было, ну, очень, так, почтительно, как бы, да, игрок сам меняется, я ему свою майку, он и свою, это, ну, реально круто. Потом банкет, начинают все, ну, тост, говорит, там, один из руководителей, тост, давайте выпьем там за нашего молодого Ловчика Лобхарева, как он вышел сегодня, как играл, поучаствовал там в голевой атаке, все круто, все здорово, и тогда уже после всего, всего, как прошло, я немножко остыл, я был, мы жили по одному в номере, и я реально сидел на кровати, у меня мурашки по телу, я думаю, да неужели, вот она, моя мечта сбылась, я вот добился, чего хотел, я вот, вот, все, пошло, то, что, о чем я всегда мечтал, к чему я шел, я сыграл в Лиге Европы, и дальше я думал, что дальше только будет лучше, больше, и я достигнул каких-то нереальных результатов. Самая большая моя ставка, которую я за ночь проиграл, это 450 тысяч, 450 тысяч, почему 450 именно, потому что я у своего хорошего товарища, до сих пор ему 50 тысяч должен, то есть я должен был на 450, сейчас уже остался 50, я у него занял 450, и мне нужно было срочно перекрыть кредитку свою, кредитку перекрыть, и знаете, как это бывает, кладешь всю сумму, и потом снимаешь и отдаешь, ну и дальше там 3 месяца беспроцентного периода какого-то идет, то есть просто выиграть себе время, и я не знаю, очередной бес у меня вселился, и я начал просто там 50 поставил, то есть я закрыл эту кредитку, и потом уже с этой же кредиткой думаю, ладно, у меня еще есть день, тут есть интересные там события, матчи, я думал, ну давай-ка попробуем там, ну ладно, больше там 50 не проиграю, меня опять затянул этот водоворот, я 50 проиграл, там 100 проиграл, ты думаешь, завтра отдавай 450, а у тебя уже 300 осталось, ну давай попробуем еще, 50 проиграл. Когда вот тебе уже на карте в 4 часа утра остается 30 тысяч рублей, ты просто в таком шоке, думаешь, что ты натворил, ты грузишь эти последние 20 тысяч на коэффициент, 25, чтобы отбить эти деньги. У тебя на следующий день игра, утром тебе надо отдать эти деньги, ты в 6 утра следишь за каким-то чемпионатом NBA, либо NHL, такой бред. В итоге ты прыгаешь, все, и благо, что есть хорошие люди, есть хорошие пацаны, есть у меня хорошие знакомые, товарищи, которые все понимают, и даже эту ситуацию он воспринял, сказал, ну понятное дело, что никто там меня за это не похвалил, но дал мне время, чтобы я как-то разрулил и решил ее. Ты настолько злишься на весь мир, в первую очередь на самого себя, когда у тебя там на миллион 800 нисходится одно событие, ты ставишь там 200 тысяч, думаешь, все, последний, выиграю, все, отдам, все, закончу с этим. Трясешься, думаешь, пожалуйста, пенальти, пенальти, рэв бежит, представляешь, просто от этого его решения многое зависело еще год назад. Он бежит и показывает, нет, нет, не было, хотя там можно было ставить, твой шанс, вот, все сошлось, там 7 матчей на длинной дистанции, я поставил на неделю вперед, у тебя завтра начинается этот кошмар опять очередной, что с утра пораньше, у тебя смс-ки, куча смс-ок, там, когда дашь, когда дашь, когда вернешь, тот напишет, тот, кто-то понимает, кто-то не понимает, ты с тем, с тем, с тем, пытаешься все объяснить. А ложись, а спать не можешь, у тебя на следующий день тренировка, ты просто спать не можешь. Дверь свою в комнате разбил, из-за злости после этого момента. Таких моментов пиздец сколько было. Так что так. Первый мой дебют в стартовом составе в премьер-лиге уже, да, состоялся с крыльями, вот, ну, конечно, он неудачный был. Так, поподробнее. Неудачный не то, что там плохо сыграл, а неудачный в плане того, что мы проиграли. Мы проиграли 2-0 крыльям на выезде, вот, я вышел в стартовом составе правозащитником. Вот, ну, ничего, сыграл нормально, со мной на бровочке уже был Андрей Сергеевич. Лукарев, хорошо, Аршавин, Аршавин, еще одна пауза, еще одно движение. А потом ты случайно с ним поехал как амбассадор Российского футбольного союза. Да, и такой... И он говорит, Вова, ты кто? А, это ты? Это ты, да, вспомнил. Вот, да, Сергеич, мы уже играли на фланге, в общем, проиграли этот матч. Дальше я уже начал играть в старт, то есть мне начали доверять, я думаю, ну, вот, все поперло. То есть все, вот, карьера пошла в гору, все отлично, наконец-то. Мы играем там, я с Рубином выхожу дома, потом с ЦСКА полный трибун, 30 тысяч на Кубани. Ну, это нереально круто. Опять же, конечно, волнение, переживание, все это есть. Лобкарев, первое подключение крайнего защитника в атаку и угловой. Довольно болельщики Кубани, тут всегда очень трипидно относились к своим воспитанникам. Все как-то, знаешь, за счет огромной самоотдачи и желания, ну, получается. Муса, Муса в штрафной, нет. Показывает, что нигериец нарушил правила, да, тяжело, совсем другой темп, совсем другой ритм. Хорошо играют. Да, мы проиграли 0-1 ЦСКА, вот, но мы играли до 90-й минуты, мы играли 0-0, потом получили просто контратаку на угловом и 0-1 проиграли. У нас впереди был кубок со Спартаком. Я наигрывался в старте, все нормально, и, представляешь, в игре со Спартаком выхожу, все заряжен, все отлично, и в моменте при столкновении там, да даже не столкновении, там был просто эпизод с Поповым, он в центр смещается, я выдвигаюсь с него, я думаю, хочу мяч выткнуть, у меня, получается, нога между ног у него стоит, а он корпусом на меня навалился, и у меня колено назад отошло. Я сначала не понял, что произошло, ну, начал дальше играть, не понимаю, что у меня колено немеет. Я просто начинаю хромать, и, ну, колено не чувствую просто. Не понимаю, что происходит, упал, врачи, там, пришли, мне там быстро подморозили, что-то там подделали, какие-то манипуляции. Владимир Лобкаров, группа не самый известный и не самый именитый, но, конечно, для него возможность выходить в старте кубани, это хороший шанс. Но вот замораживают, может, все-таки еще и выйдет на поле. Удар поворотом! Вот вышел, опять начал бегать, но я понимаю, что все, не могу, я просто не чувствую ногу. Итог, еду на МРТ, ну, меня меняют на 25-й минуте, мы уже 1-0 повели и забили гол, то есть все, там, трибуна, рут, ревут, то есть мы в тот день, Спартак, потом уже, если перескочить, 3-0 обыграли. Вот, я, на 25-й минуте меня меняют, я расстроен, разочарованный, еду МРТ делать. И меня диагностируют частичный микронадрыв задней крестообразной связки. Полгода я пропустил, я, честно, сидел дома и был настолько разочарован, когда смотрел матчи, то есть, знаешь, это был тот сезон, да, без денег, да, там, тяжело, без приемок и так далее, но кто только на моей позиции не играл, знаешь. И мне настолько было обидно, что я мог весь сезон отыграть, там, все, там, сколько, 30 матчей, но я реально мог зацепить, если бы не моя вот эта травма. И с Кубани с проблемой перейти в любой клуб, плюс-минус. Да, да. Хотя были варианты даже и с Зенитом, если так забегать вперед. Да, было. Ты считаешь, что эта травма такой, знаешь, коренной перелом вообще в карьере? Да, да, абсолютно верно, потому что, ну, тот сезон нужно было цепляться и, ну, ты знаешь, как это бывает, ты сыграет 30 матчей, да, и ты уже потом дальше будешь, там, в другие команды двигаться в премьер-лиге, даже если брать нижнюю восьмерку, ну, ты уже зацепишься за эту премьер-лигу. Плюс молодой. Плюс молодой еще, да, мне там 21 год уже был на тот момент. Вы знаете, если бы, наверное, не моя проблема с Азартом, мне кажется, я мог бы и не уходить с проффутбола, и моя карьера сложилась бы более удачно. Хотя я и так поиграл на высоком уровне, но я знаю, что если бы я был бы чуть более дисциплинированным в своих моментах, я бы добился большего. Самая большая сумма, которую я выиграл – 756 тысяч. Я, как сейчас помню, это был выезд в Иваново, я еще в Кубани играл, и уже у меня, ну, дела были получше, я, как бы, вроде все раздал, и казалось бы, что все нужно остановиться. Осталось там по минимуму проблем, как сейчас, я считаю, да, там, 500-600, там, нужно было там еще отдать, вернуть, то есть это уже не так страшно было, да, после того, как я уже там продал машину, отдал все деньги, которые мне там FIFA прислал и так далее. И я просто, у меня мысль, у меня там остается, у меня на карте там, не знаю, 60 было, у меня мысль была, мысль, блин, какая нахрен мысль. В общем, я опять решил попробовать, как бы, обидеть эти деньги, которые отдал, и опять поставил. Но тогда удача оказалась на моей стороне. Я поставил на хоккей, два события, там, долго анализировал, я же пипец какой эксперт, да, как я думал. Долго анализировал, все проанализировал, взял два матча, и там, 12 коэффициентов вообще вышел. И я там около 60 тысяч поставил на это, и всю ночь не спал, трясся, ну, это было просто опять все. Знаете, что самое еще жесткое в этих ставках, что ты, ты настолько переживаешь, ты настолько тратишь колоссальное количество энергии, ты в таком находишься стрессе, ты просто не передать, ты просто губишь свое здоровье. Тут, блядь, даже о деньгах речь не идет. Ты выиграешь эти 750 штук, а, блядь, здоровье тратишь, блядь, на весь миллион. Сидеешь просто. Ну, тогда, да, тогда была удача на моей стороне. Хоть я и не спал всю ночь, я был на эйфории, ну, для кого-то это, может быть, копейки покажутся. Для меня на тот момент это хорошие деньги были. Я выиграл хорошие деньги, и я смог опять все разрулить, все свои текущие проблемы. И в тот день мы выиграли еще. Мы выиграли, и, в общем, я там вечером себе позволил расслабиться настолько, что после игры, да, там уже и перерыв был у нас, отпуск. Я позволил себе расслабиться до такой степени, что аж проспал выезд в аэропорт. Эти выигрыши в конторе, они очень затягивают и дают тебе чувство превосходства какого-то. То, что ты такой классный эксперт, ты разбираешься в спорте, ты можешь обмануть систему. Но это все ложь. На длинной дистанции контора тебя просто съест. Просто съест. Всегда удавалось как-то держать это все под контролем. Держать под контролем. То есть ты поставил там, проиграл, у тебя какая-то пауза, ты потом заработал, там, решил этот вопросик, да, небольшой. Всегда это все контролировалось, и никогда это не было для семьи заметно. Но в один прекрасный момент я как-то просто с цепи сорвался, я попал в этот круговорот ужасных событий, и этот вот весь пузырь, да, который из займов, из кредитов, из долгов, там, знакомым, друзьям и так далее, он просто лопнул. То есть я понял, что у меня начались там травмы, заработок упал сильный, и все, ну все просто разрушилось. Все стороны моей жизни, они просто начали рушиться. И семейные, и работа, ну все просто. И сейчас я свою жизнь вот по осколочкам собираю и пытаюсь ее склеить. И вот на чем держится, это, наверное, на огромной любви. Да, спасибо. Спасибо. В ФВЛ последний клуб опять был Кубань, и ты переходишь в медиалигу. Вот давай вот с этого, потому что много подписчиков с медиафутбола будут смотреть. Да. Как получилось предложение, почему ты так решил? Слушай, ну, во-первых, ты же помнишь, мы с тобой постоянно на связи были, я с тобой делился, что, Кент, у меня там много травм. Ну, это уже начинается история, когда я начал уже делать там ставки, да, то есть я уже залез в эти долги, у меня уже стресс, стрессовые травмы, как я потом это понял. Вот, и уже дела мои, ну, на самом деле, складывались не наилучшим образом. И мы с тобой общались, и ты же сам мне говоришь, типа, Кент, а давай, может быть, медиалига, Амкал, очень классный клуб. Ты начал мне рассказывать, как ты после завершения своей карьеры нашел отдушину в этом клубе, как ты там стал лучше, что там много болельщиков, тебе аплодировали. То есть ты мне рассказал всю эту прекрасную атмосферу медиалиги, и я прям... Так и было, просто, чтобы зритель понимал, Володя это мой большой друг и делает интервью. Мне было очень тяжело, но его переход, у меня даже мурашки, мне казалось, что ему надо начать жизнь заново. То есть вот на тот момент Вова уже прекратил все это, все удается и начал, ему нужна была новая жизнь. Я думал то, что прийти в медиафутбол, это будет как глоток этого воздуха, хотя, помнишь, на какой ты был эфири после первого матча? Ты что, ну, когда я залетел в медийную лигу и сыграл вот этот первый матч, дебют, мы отдал Голливуд. После очередной подачи мяч отскочил прямо на голову, я увидел карата, то, что он там был на дальней, ну, и получилось отдать ему головой передачу Голливуд. То есть мы прошли эту дружину, там, с горем пополам, валидольный матч такой был. Многие тоже не знают, что ты, ну, или, наверное, знают, что ты на МКС-травму получил, старался форсировать события, восстановиться. Потом игра в Казани с Тудрос, где ты играешь. С надрывом. Вы не понимаете, если у вас есть надрыв, у тебя был, по-моему, тогда ты играл 2,5. 2,5... 25 миллиметров, наверное, 2,5 сантиметра. Я думаю, что многие из вас даже ходить, наверное, не смогут. Но здесь человек боялся подвести и Герман, потому что Герман, ну, что вы там, говорить, он старался всячески помогать. Как, Рад? Да нормально, ну, болит, ну... Болит? Ну, боже, ну, что делать? Ты почувствовал Премьер Ливу, когда играл там? Тудрос, да? Сто процентов. Сто процентов. Вот такие матчи, они реально похожи на Премьер Ливу. То есть это нереальная атмосфера, когда там болельщики тебя гонят вперед. Это нереально круто, ты реально наслаждаешься футболом. Но я не насладился, потому что мне не хватило времени восстановиться. Я очень сильно форсировал события. Прошло всего лишь с момента надрыва, там, 10 дней, и мне нужно было играть. Ну, ты же сам понимаешь, там, любой надрыв, ну, минимум, там, 21 день, еще потом надо восстанавливаться. Ну, грубо говоря, месяц тебе займет, чтобы набрать хотя бы былую форму, которая была. Ну, что делать? Герман говорил, давай, Володь, ты нужен. Знаешь, тренер тоже на меня рассчитывал. Я не мог подвести людей, но мне надо было. Да, и вышел на одной ноге, играл. Ну, я бы не сказал бы, что я там, опять же, провалил матч. Все нормально было. Да, не отметился результативным действием, да, там, не забил, ну, и не провалил. Но в итоге я понимал, что, да, и тренеры понимали, что, ну, как бы, любой спринт через боль, любая смена направления, все через боль. И, ну, дальше уже просто не было смысла, потому что можно было вообще уйти на полгода, знаешь, в лазарет. И поэтому я поменялся в первом тайме. И этот, в итоге, этот гол, слон, который нам забил, ну, и все, мы 1-0 и поехали. Конечно, вся эта история с моими азартными играми, да, я абсолютно, я убежден в этом, что она повлияла на мой уход и замкала. Представьте себе ситуацию, я приезжаю в Москву, Кент, такой классный футболист. Ну, я так хочу думать. Хороший дебют, уже там 8 тысяч подписчиков, все горят, какой-то классный футболист, все здорово, все супер. И у меня действительно появляется эйфория, такое огромное желание, что вот-вот, сейчас все начинается налаживаться, сейчас буду зарабатывать деньги, все, все отдаю. Я так и делал, то есть, оглядываясь назад, очень стыдно было за то, что у меня есть с Герой определенные договоренности, а я, он мне прислал, допустим, деньги, а я потом ему опять звонил, писал, потому что, ну, который он мне прислал деньги, я там это закрыл, то закрыл, то закрыл, тому отдал, тому, то есть, там, семья, там, квартира и так далее. То есть, потом я опять обращался к своему президенту и опять просил деньги, и он, наверное, не понимал, блин, да, там, только что, там, я выполнил перед тобой обязательства, да, есть там контракт, договор определенный, а ты опять, там, просишь какой-то авансик, что-то наперед. И я думаю, этот уже был первый звоночек того, что, блин, что-то не так, наверное, с Кентом, что-то у него там происходит, есть какие-то проблемы. Ну, я пытался, знаете, как-то паритет создавать, я давал результат на поле, мне платили за это деньги. Да, я перегибал палку в плане того, что, там, просил какие-то деньги наперед, авансами, но это меня просто ситуация вынуждала. Дальше случилось то, что, ну, в принципе, я и предполагал. Все мы знаем и знакомы с этими микрофинансовыми организациями, которые просто людям, я не знаю, настолько гайки закручивают, да, что бедные не знают, куда деваться. И я тоже с этим столкнулся. И в итоге я в Москве, представляете, мне потом в одно прекрасное утро звонит Миллер Викторович, и говорит, да вот мне звонили по тебе, там, какие-то люди, ты, там, должен денег, надо отдать какие-то, там, сто тысяч и так далее. То есть я уже все понял, что, думаю, блядь, и до Москвы добрались, очень до меня. Ну, это, в принципе, было ожидаемо. Да, стыдно, да, очень стыдно. Я вообще не горжусь этой ситуацией. Ну, блядь, так получилось, что мне теперь, блядь, не жить, что ли, не играть в футбол, не исправлять это. Я просто, наоборот, даже в этом интервью хочу донести, что я пытаюсь все исправить. Я встал на пути, если я пытаюсь все исправить, я пытаюсь все сделать. И я это сделаю. Я покажу вам, как можно с этим огромным давлением, да, быть на плаву и улыбаться на камеру. И говорить, что все прекрасно, все круто. Он мне рассказал эту историю, и я с ним поделился. Говорю, Викторович, да, есть проблемы, но что касается уже банковских систем и микрофинансовых организаций, я уже понял, что я буду делать. Я буду жертвовать своей кредитной историей. Я буду банкротиться, потому что я уже все продал, у меня нет ни жилья, ничего, у супруги то же самое. Я иду законным путем, я оформляю банкротство. То есть, оформляю банкротство, ко мне приставят финансовый управляющий, который будет контролировать мои заработки, и эти заработки будут распределять между банковской системой. Банками, микрофинансовыми организациями и так далее. А что касается моих других моментов, то есть, я должен друзьям, знакомым, это я решаю. Это я решаю сам, своими силами. Я зарабатываю, я отдаю, зарабатываю, я отдаю. Викторович об этом узнал, потом Гера об этом узнал. Конечно, в разговоре с Германом мы стояли, как бы, я как мальчик пытался оправдаться, так, Гер, да все, я уже не ставлю, и так далее. То есть, ну, я как бы понимаю, что ему не понравилась эта ситуация, да, и, наверное, он переживал за имидж клуба, что его игрок там всем должен, и, наверное, он больше за это переживал. Ну, я его не осуждаю, то есть, это нормальные моменты. Но я ему пытался донести, что, бля, кто не ошибается? Покажите мне хоть одного человека, кто не ошибается. Вот. И в итоге так совпало. То есть, даже когда при уходе, я говорю, Гер, если бы была совсем другая ситуация моя, да, финансовая, да, если бы это все не возникло, быть может, я бы и не ушел с Амкала. Я абсолютно в этом уверен. Просто, да, где-то вот этот фарт, да, где-то эти мелочи, детали, они решили. Они решили мой уход из него. Где-то там не подфартило, где-то травму получил, опять же, на фоне этого стресса, бля. И поэтому вот так скомканно. Оно вроде и неплохо, я выступил в Амкале. Но я знаю, что это просто 50% моего потенциала. Если бы у меня не было проблем, я был бы лучшим. В итоге все все узнали. Ну, как все, да, я максимально там парней, да, скрывал это. Потому что я не вижу смысла там жаловаться, делиться, как бы. Я просто иду к своей цели, чтобы все это закрыть, все сделать, все решить. И я думаю, что в октябре, когда уже была последняя капля, да, мы проиграли Амфайт Найтсу, я думаю, больше, наверное, не по футбольным качествам меня убрали, а, наверное, эта ситуация повлияла, что, ну, наверное, с кем-то он будет дальше опять. Он проблемный, он постоянно просит деньги наперед, он постоянно, у него там что-то не получается, какие-то там дела, делишки, что с ним не так. И в дальнейшем там турнир у них должен был там в Казахстане, Турции, за границу. Ну, наверное, он там не выездной. И поэтому зачем ему платить деньги, да, если можно взять какого-то там другого профика, у которого менее проблемный, да, и на которого там не надо много тратить сил и эмоций. Ну, я думаю, все-таки эта ситуация повлияла. Мне сложно, я, ну, вы представляете, если бы мне было пофиг, я бы уже там полгода назад признался в этом, но очень сложно открыть свою душу, очень сложно преподнести свою мысль правильно, да, чтобы тебя не осудили, да, там, не оскорбили и так далее, как бы. Ну, я очень тяжело открываюсь людям. Ну, я решил, что, может быть, этот камень с души у меня упадет, и мне станет легче двигаться дальше. Сейчас ты в родине. Да. И мне кажется, ну, зная тебя и чувствуя тебя, ты эмоционально больше счастлив и больше чувствуешь какой-то свободы, доверия. Да, слушай, знаешь, все мои вот эти вот проблемы, я думаю, они просто сделали меня сильнее, знаешь. Я просто пытаюсь сейчас полностью погрузиться в футбол. Я пересмотрел даже некоторые детали своей подготовки. Ты сам знаешь, что мы с тобой там встаем в 6-7 утра, мы едем в зал, мы тренируемся. То есть помимо основной тренировки, ты еще дополнительно сам занимаешься, полностью за собой следишь. И поэтому спустя какое-то время мы готовились полтора месяца, да, к этому турниру. Утро началось у нас не очень хорошо. Наш новый трансфер, Кент, к сожалению, с нами не полетит. Из-за проблем на паспортном контроле. Вот я с ним сейчас на связи. Не знаю, получится ли ему приехать завтра-послезавтра, но я думаю, что вряд ли. Поэтому Кент пропускает этот турнир. Насчет моего запрета на выезд из России, я не знал конкретно. То есть я постоянно мониторил госуслуги, и там были задолженности. Но обычно, как бывает, что задолженность есть, но там красным должно быть написано, что выезд из Российской Федерации запрещен. Я до последнего надеялся, что еще мне дадут время, еще дадут немножечко времени мне эти финно-организации, что я благополучно пересеку границу и вернусь обратно. Но я даже, знаете, есть такой... Не знаю, может быть, это немножко смешно, значит, я даже не проверял себя. Не проверял себя в базе данных, поэтому почему боялся, думал, может быть, этим самым я как-то привлеку внимание. Ну, бред, бред, согласен. Но, тем не менее, до последнего я надеялся, я даже со своим там другом делился с Лехой Гасильевым, мы постоянно смеялись об этом, получится, не получится. Я говорю, брат, шансы 50 на 50. Тоже очень за меня переживает. И итог, самый волнительный момент на границе. Я даю паспорт и жду. И я понимаю, что большая пауза, он что-то проверяет, потом кому-то позвонил, таможенник. И я понял, что вот, ждите здесь. Ну, в общем, я уже, я же не глупый парень, я уже все понял, что я с родиной медиа никуда не полечу. Ну, и в итоге, итог, потом мне уведомили, что у меня судебные приставы наложили запрет на выезд. И все, я все, вся команда полетела в Абу-Даби, а я остался в Москве. Дальше путь до Абу-Даби, это было что-то нечто. Я совершил что-то нереальное. Мысли, что я не попаду на турнир, меня просто убивали. Я только все началось налаживаться, я в родине медиа, мне все нравится, все классно. Мы готовимся месяц к турниру, каждый день тренировки. Я утром встаю, тренируюсь, потом в общей группе тренируюсь. То есть я готов, я в классной физической форме, я готов все исправлять. Мне нужно было попасть на этот турнир. Ну и что ж, я возвращаюсь весь разочарованный. И домой первым делом я вернулся в Кентику, потому что нужно было срочно здесь и сейчас что-то решать. На данный момент что мы имеем? Мы имеем то, что ты... Это же факт. Я не попал, меня не пропустили на зеленом коридоре. Да, как бы я не попал, не полетел с ребятами. И сейчас нужно решать, какие-то проблемы здесь, сейчас. Сейчас мы быстро купили билеты на Ласточку в Беларусь. Вот, надеюсь, все проделываю на полуучное. Я попаду в Беларусь, и в Беларусь уже лечу в Дубай. Ты сейчас пока не полетел, ты пытаешься попасть на этот турнир? Твои ожидания? Мои ожидания, что я попаду на этот турнир. Я очень хорошо готовился. Месяц по халпе, забивал голы. 5 матчей сыграл, 6 забил, 2-3 отдал голевые. Ну, чувствую себя шикарно, в шикарной форме. Я хочу попасть в Абудаби, я хочу поднять этот кубок над головой. На тот момент у меня уже не было средств, я просто на нуле. Просто на нуле. Я приехал в Киту, у меня ноль. Он мне покупает билет. Говорит, Кент, надо рисковать, надо делать и надо ехать. Переживаю просто, пипец. Ну, вот вы представьте, в этот день ты и так столько стресса. Дима уже, Тарас вообще разочаровался во мне, да. Опять он там, у него какие-то там проблемы, да. Я нервничаю, у меня одни мысли, что вот Смоленск, 5 минут стоим, таможня, пересечь границу. И если меня проверят, все, меня не пустят и никакого турнира мне не светит. В общем, план такой, 5 минут стоянки, нужно будет выйти чуть-чуть, подышать свежим воздухом, оценить ситуацию. И надеюсь, что за 5 минут не дойдет для меня очередь проверять паспорта, особенно за град. Подходит этот момент, я выхожу, выхожу на улицу, чтобы там перекурить, скажем так. Сам переживаю, нервничаю. Курить вредно, сразу говорю. 5 минут славы, либо трус, либо герой. Здесь снимать нельзя. Так что меня сейчас могут, блядь, загребсти. Я сейчас отключусь, а после вы, блядь, узнаете, прошел я, блядь, или нет. Сука, пульс 200, 200. Итог, меня никто не проверил, и проводница говорит, все, надо ехать. Хорошо курица. Абудабе, встречай нахуй, блядь. Я сажусь, и уже еду в Оршу, довольный и счастливый, что этот первый отрезок у меня получился. Я так, блядь, не волновался, когда, блядь, играл в русские Европы. Представляете, друзья? Блядь, пришлось, блядь, закурить, блядь, сигарету взял. Блядь, и затягивал, я играл роль. Театр одного актера. Слушайте, ну, дело двигается, дело двигается. Я еще ближе к Капу Даре, ближе к турниру. Блядь, вселенная, спасибо. Слава Богу. Попадаю в Минск, уже счастлив, что я в Минске. Ну что ж, мы в Минске, и я очень этому рад. Выдвигаюсь, еду в аэропорт, очень сильно хочу кушать, устал. Сейчас бы принять душ, чуть-чуть отдохнуть, поспать. Но не время ныть, время ехать в Дубай, в Эмираты. И очень хочется поднять кубок над головой. Тоже переживал, что на границе возникнут какие-то трудности. Ну что, попытка номер два. Прошел таможенный контроль. Мне пожелали хорошего отдыха. Так что, еще семь часов, я в Абудаби. И я попал на самолет, и лечу уже в Дубай. Прилетаю в Дубай, летел всю ночь. Голодный, холодный. Ну что ж, я в Дубае. Я же вам обещал, что это сделаю. Кент, сделаю. Перед этим в Минске я поменял последние бабки. Там на 100, ну 100 баксов я поменял. И знал, что из Дубая в Абудаби нужно будет ехать на такси. Договариваюсь там кое-как с таксистом. Последние деньги на 100 долларов я еду в Абудаби. И приезжаю, и понимаю, что я сделал что-то нереальное. Рискнул просто всем. И я сдержал обещание, сдержал слово, и я попал на турнир. Ну что ж, друзья, триумфальный момент. Кент добрался до своего отеля. Я же обещал, что я это сделаю. И я это сделал. Ё-моё, Кент приеду. Ребята, я с вами. Красава, ну и что? Нет, я вам не отстал. Спасибо большое, что приезжал. Я вам обещал, что я приеду. Первая игра. Опять же, даже перед игрой на тренировке у меня какой-то спазм, что-то подтягивает, что-то болит. Но я всегда устроил, если у меня даже травма стучится, я буду играть с травмами, мне все равно. Дальше вы видели. 3-0 Титан. Гол Кента. Ух ты, здорово на третьего. Это момент. И три. Три-0. Родина. Это Кент. Все-таки сунул в ближний угол. Вся эта радость, все эти эмоции, которые я испытал, когда забил. Вы просто не писали, это не просто радость гола. Нет, это радость того, что такой путь был проделан ради этого. Я вложил туда в это празднование все свои эмоции. Все. Я подбежал к камере, еще потом Гасу рассказывал, что Кент, Кент, этот гол тебе посвящаю. Тебе. Спасибо, что помог мне добраться. Да, ты не судор. Я тебе говорю, что я забью. Хороший. То есть я настолько был счастлив. Мы вынесли этот Титан. Просто вынесли. У нас команда просто топ. Ну, в общей сложности долгов уже осталось около 4 миллионов. Из них половину банкам, МФОшкам, а половину друзьям, знакомым. То есть уже более 2 миллионов я раздал. Ну и не буду останавливаться на этом. Двигаемся дальше. Исправляем все свои ошибки. Ребят, совет один. Не воспринимайте ставки как способ заработка. Вы можете поиграть. В этом нет ничего такого зазорного либо плохого. Но только ради развлечения. Ребят, в этом видео мы хотим сказать, что ставки это в первую очередь развлечение. Я всегда транслирую для вас эту мысль. Но и также прекрасно понимаю, что наш спорт поддерживается букмекерскими конторами. Это и КХЛ, это и Российская премьер-лига, это наша медийная лига. И это также ваш любимый блогер. В частности, и я. Этот ролик создан при поддержке моих корешей из тенниса. Он согласован, и он достаточно познавательный. Надеюсь, что каждый из вас сделает правильный вывод. Например, поставить на любимую команду и подогреть интерес к футболу, чтобы испытать более яркие эмоции. Ну, я всегда за лично. И я сам так это делаю. Но никогда не заигрывайтесь. Вы должны понимать то, что всегда должен быть баланс. Переходите в закрепленный комментарий. У моих корешей из тенниса всегда есть 17 500 рублей на первые три депозита. Поддерживайте свою команду и просто получайте удовольствие. Ставки это развлечение. Приятного просмотра. Наверное, этот поток лудоманов, он не иссякнет. Потому что, наверное, из 10 детей 1-2 могут попасть в такую же историю, как и я. И это плохо. Проблема Ставок, что он делает, это с маленького возраста. И я считаю, что дети, особенно я заметила, спортсмены, они сталкиваются с такой проблемой. И они не знают, как из нее выходить. Они кажутся, что это не проблема, но они рушат свою карьеру. И все-все-все. Это очень взаимосвязанное. На самом деле, это очень серьезно. И ребятам нужно помогать. Люди, которые в эту историю попадают, нуждаются в квалифицированной помощи. Большое заблуждение близких очень часто, что как-то оно само рассосется, как-то оно там само все пройдет. Нет. В данном случае это зависимость, серьезное заболевание, где нарушается психическое здоровье, физическое здоровье. И очень часто я работаю более 16 лет с зависимыми. Это наркоманы, алкоголики и игроманы. И очень часто игроманы, лудоманы, они считают себя такой, знаете, такие люди голубой крови, которые немного не такие, как все, находясь в том же реабилитационном центре или наркологической клинике. Они считают, что они настолько не разрушаются. На самом деле это большая иллюзия, делая ставки, либо играют какие-то компьютерные, азартные игры. Человек вредит своему здоровью, почему-то уж там вырабатываются адреналин, кортизол, которые очень сильно влияют на наше эмоциональное состояние, на наше физическое состояние. Организм лудомана, игромана нарушается и разрушается практически точно так же, как у алкоголика и наркомана. Может быть, у алкоголика и наркомана немного это происходит быстрее. Лудоманы умирают, как правило, от инфарктов, от инсультов, от такого психического перенапряжения. Заболевания очень опасные. И еще раз делаю акцент, само это не проходит, само это не рассасывается. Человек ваш близкий, если у него есть лудомания, если вы видите, что он без этого не может, то нужно обратиться за квалифицированной помощью. Кто сейчас подвержен? Сейчас на самом деле есть такой термин «гаджеты», такая цифровая зависимость. У нас мы знакомим детей с очень раннего возраста с гаджетами. И здесь нужно быть очень аккуратными. Почему? Потому что практически с трехлетнего возраста идет зависимость от гаджета у ребенка. А потом она перерастает в какую-то другую, более серьезную зависимость. И лудомания одна из них. Я всем желаю вам психического и физического здоровья. У меня была мысль обратиться к специалисту, к психологу, но я пытался все разрулить своими силами, я пытался разобраться в себе, я пытался исправить все собственными силами. и, наверное, мне помогло то, что я очень много начал увлекаться психологией. Я очень много прочитал литературы на эту тему. Я пытался найти ответы, почему так происходит. И, наверное, это мне помогло. Это мне помогло не сойти с ума. То есть я по-прежнему продолжаю, я стою очень рано, я медитирую, я пытаюсь как-то построить свои цели, представлять себя лучшим, версию лучшего себя в будущем и ставить какие-то мини-цели на ближайшее время. В резерве еще были у меня товарищ, хороший в Абхазии, брат у него тоже залез, в ставки долги были и осталась семья и двое детей. Повесился, не выдержал давление. И на самом деле я как бы не то, что оправдать и так далее, я не знаю всех подробностей, глубины всей проблемы, душевной боли, но можно себе представить, как человеку плохо в этот момент, когда ты ставишь ставки, когда ты не можешь остановиться. Вы знаете, на мой взгляд, везде в жизни нужен какой-то баланс. И я понимаю даже, что букмекерские конторы очень много выделяют деньги на спорт, вкладываются в спорт. Даже без букмекерских контор не было и нашей медиалиги. Тут это интервью не хочется показать, что все, не делайте ставки, это очень ужасно, плохо. Я просто с вами делюсь своей историей, как я на этом ошибся. Но с другой стороны есть люди, у которых нет с этим проблем. Это касается всего. Это же не только ставок, алкоголизм, наркомания и так далее. Это тоже похожие формы заболевания людей или проблем людей. То есть нет агитации того, что запретить полностью букмекерские конторы. Наверное, просто смысл моего интервью в том, что не рассматривать это как способ заработка. То есть есть люди, которые могут просто поставить условно говоря тысячу-две тысячи рублей, просто поболеть на какую-то лигу чемпионов. И в этом нет ничего страшного. Я тоже таким был. Просто я перегнул палку. Реально перегнул палку. И я вбил себе в голову, что я могу заработать много легких денег и решить какие-то свои проблемы. Но это не так. Друзья, вы знаете, это интервью это не для того, чтобы показаться какой-то жертвой, да, чтобы меня там пожалели. Нет, это не так. Это интервью для того, чтобы сказать, что какая бы ни была в жизни ситуация, у вас все можно исправить. Я хочу показать на собственном примере, как я это делаю. То есть вы посмотрите, я нахожусь в прекрасной форме, я слежу за собой, я стал дисциплинированным, я стал лучше, я стал лучше, намного лучше версии предыдущего себя. Я стою в 5-6 утра, я тренируюсь 24 на 7, я работаю над собой, я занимаюсь тренерством, я тренирую ребят, я пытаюсь быть лучше с каждым днем, на каждый день я на 1% хочу становиться лучше. Я вам просто хочу показать пример того, что никогда не опускайте руки, какая бы ситуация у вас не была. Работайте, верьте в себя и этим интервью и дальнейшими своими действиями я хочу показать, как человек может справляться со всеми трудностями и становиться лучше. Все-таки не каждый футболист может сыграть в Лиге Европы, играть в Премьер-лиге. Я все так же молод, амбициозен, я сильный человек и я обязательно эту ситуацию исправлю. Сейчас впереди у меня медийная лига, я хочу развиваться медийно, я сильный человек и я знаю, я просто убежден в том, что я со всеми этими проблемами справлюсь. Очень хотелось бы, чтобы посмотрев интервью, во-первых, тебе понравилось, во-вторых, ты обязательно подписался, на канал, на меня и наблюдал за тем, как люди, попав в тяжелую ситуацию, могут найти в себе силы все исправить. ponto первое девя первое первое по